В наших выпусках мы уже рассказывали, что критические уровни спуска воды в Саровке и, как следствие, нетипично высокие скорости течения привели к размыванию берегов и обрушению губионов. Гидролог компании «Нижнов Геопроект» Александр Белов пояснил нам, что губионы проектировались с учётом максимальных и минимальных заявленных уровней воды. Тот уровень, до которого опустили воду этой весной, нетипичная для реки ситуация. Крайне странно выглядит ситуация, когда мы видим, что уровень воды значительно ниже, чем отметка на берегу, которая должна быть. Прекрасно видно, что значительная часть дна оголена. То есть это говорит о том, что произошёл как будто бы аварийный сброс. Или намеренно опустили уровень воды, может быть, за тем, чтобы кто-то решил подстраховать себя в преддверии накопления и пропуска половодия. Это действительно подстраховка, пояснили нам в управлении по делам ГО и ЧАЭС. В прошлом году серьёзно затопило садоводческое общество имени Гагарина. Под водой оказались 269 участков. Поэтому в этом году на заседании комиссии приняли решение уменьшить уровень садиса ещё на полметра ниже, чем в прошлом. Только одна единственная причина, чтобы обеспечить нормальный исход воды и не повышение уровня нижнего объева для обеспечения незатопления участков садоводческого общества Гагарина. Чтобы избежать дальнейшего разрушения конструкции берегоукрепления, компания «Саровинвест», установившая габионы, направила в администрацию города письмо с просьбой в кратчайшие сроки поднять уровень воды в Саровке. Но, как рассказал Владимир Болтов, решение о подъёме уровня будет зависеть от объёма воды в реке Сатис и пруду Протяжном. Уменьшится где-то до 10 сантиметров сход воды. Значит, не будет серьёзных осадков, будет понижение температуры. Увидим, что нижний бьев или русл реки будет подходить к районе 160 сантиметров. Начнём прикрывать шиндоры для того, чтобы был набран уровень реки. В этот сезон паводков, как и в прошлом году, сотрудники ГО и ЧС столкнулись с затоплением улицы Зернова в районе медколледжа. Но в течение суток водоотвод наладили. Как заявил Владимир Болтов, такая ситуация возникла не только из-за таяния снега на ближайших улицах, но и на территории аэродрома. Также большой резонанс вызвали истории с затоплением участков в СНТ имени Гагарина и Восход. Основной объём воды сейчас там уже откачали, и ситуацию держат на контроле. Заборы, подтопленные у одного участка, всё остальное пока на сегодняшний момент по судоводческому обществу Гагарина серьёзных проблем не представляется. И будем пытаться ещё в течение двух-трёх дней держать гидротехническое сооружение в таком ситуации, чтобы уменьшить уровень воды, чтобы вода ушла с береговой линии судоводческого общества Гагарина. Сейчас снег остался в основном только в лесах, а прогноз погоды уже показывает снижение температуры, поэтому интенсивность схода снега снизится. Если в ближайшее время погодные условия будут в норме, то уже скоро поводковая ситуация в городе стабилизируется. Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.